Привет, спортсмены и болельщики! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Давайте сегодня начнем с вот какой новости. Стало известно, что в Нижегородской области появится новый пеший туристический маршрут «Тропы Березополье». Он пройдет по территории Марзамасского, Сосновского, Павловского и Богородского районов. И это уже третий маршрут в рамках проекта «Дороги, который мы выбираем». Сейчас в Нижегородской области возведены 16 туристических стоянок, промаркированы 130 километров троп, установлены информационные стенды и указатели. Идут картографические работы. И все это означает, что развитие туризма в области идет полным ходом и взят курс на оздоровление жителей региона. Эта новость по смыслу недалеко ушла от предыдущей. 14 октября в Дальнеконстантиновском районе завершились региональные соревнования «Осень по Волжье» по Рогейну. Всего на старт вышло 277 человек, в том числе и спортсмены из РФАЦ МНЕФ. В соревнованиях разыгрывались награды по трем беговым форматам на 3, на 5 часов и в индивидуальном зачете и на 12 в командном. В итоге в трехчасовом формате победителем среди женщин стала Светлана Проневич. В серебряную медаль завоевал Никита Баринов, бронзовую награду получил Сергей Егоршин. Стало известно, что 7 ноября в Санкт-Петербурге состоится чемпионат мира по акробатике. В прыжках на двойном мини-трампе за медали поборются сразу три выпускника Саровской школы акробатики. Чемпионы мира Европы Михаил Заломин и Александр Одинцов, а также Ирина Алексеева. Эти спортсмены не раз доказывали, что они сильнейшие в мире, так что можно надеяться, что и в этот раз они покажут высокий класс и завоюют медали. 21 октября в Нижнем Новгороде завершилось первенство в области по бадминтону среди юношей и девушек 2004-2008 годов рождения. Бронзовые медали соревнований завоевали Арсений Кудашкин и Екатерин Серова в смешанном парном разряде, Арсений и Павел Кудашкин в парном мужском разряде, Екатерина Тюкаева и Екатерина Серова в парном женском разряде. Екатерина Серова по итогам турнира вошла в состав сборной команды Нижегородской области и примет участие в первенстве России по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет, которое пройдет с 29 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге. Тренируются соревнованные спортсмены у Елены Точининой. На прошлой неделе я рассказывал о том, что подопечные тренера Виктора Шлифугина в Нижнем Новгороде отлично выступили на турнире Валерия Чкалова. Ирина Вашегородцева отправилась к ним на тренировку и узнала подробности поездки. В турнире памяти Валерия Чкалова приняли участие сильнейшие представители спортивных школ и секций со всей России. В этом году соревнованию присвоили статус класса «Б», а это значит, что победителю автоматически присваивается звание кандидата в мастера спорта. Ребятам нужен этот турнир в одном плане, в плане повышения их спортивного мастерства. Больше задач мы никаких не ставим, поэтому это самое основное в выполнении спортивных разрядов. На соревнованиях «Наш город» представили четыре спортсмена. Трое из них вернулись домой с наградами. Андрей Ермаков на турнире в своей весовой категории занял третье место. До золота ему не хватило всего нескольких побед. По поводу третьего места обидно, потому что я рассчитывал на то, чтобы выполнить кандидата в мастера спорта. Не смог сделать то, что хотелось бы. Возможно, переволновался или, может быть, не дожал где-то. Поэтому проиграл. Завоевать очередную награду и выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Такие же цели ставил перед собой и Максим Житков. На турнире в Нижнем Новгороде он также занял третье место. Говорит, чтобы стать победителем, ему просто не хватило опыта. Весь бой проходит в таком напряженном темпе. Легкого боя никогда не было, не бывает. Видимо, что-то где-то не доработал, поэтому проиграл. Но в следующий раз все это будет лучше. Все это приходит с опытом и все поражения дают тоже некий свой опыт. Также на турнире бронзовым призером стал Артем Серов. Еще один воспитанник спортивной школы ИКАР Василий Поздяев смог стать лишь пятым. Но ребята не расстраиваются и уже готовятся к очередным соревнованиям, которые пройдут в конце октября во Владимире. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Завершилась первая мастер-фиад в НЕФ по баскетболу, которая проходила в рамках спорта-киады. В турнире приняли участие 12 команд – все коллективы физкультуры ядерного центра и студенты СПТО. В игре за третье место «Буревестник» обыграл авангард со счетом 76-64, чемпионом стала команда «Союз». Победившая старт со счетом 76-50. На финальной игре побывала Елена Грецкова. Игра выдалась динамичной, богатой на острые атаки и интересная комбинация. Дмитрий Климов считает, что в баскетболе важна именно командная игра. И заброшенный в корзину мяч – это итог результативных передач товарищей. Соперник он знает очень хорошо и готов к тяжелой, но справедливой борьбе. Соперник у нас очень серьезный по финалу. Это неоднократный победитель спортсиада вне по баскетболу. И на протяжении последних лет он занимает все время практически первое место. Нам будет очень трудно в финале. Дмитрий играет в баскетбол уже более 20 лет. И за эти годы вычислил для себя формулу успешного матча. Для победы важна не только хорошая физическая подготовка, но и психологическая устойчивость. Так как баскетбол учит сражаться до конца и быть хладнокровным в любой ситуации. Иногда один точный трехочковый бросок помогает команде вырваться вперед и решить исход игры. Игры порой складываются не очень легко. Психологически сложно выдержать все 40 минут игры. Бывают очень напряженные концовки, где буквально одна-две ошибки могут повлиять на исход матча. Спартакиада по баскетболу традиционно собрала 12 команд из различных подразделений ядерного центра. Почти месяц и выходные дни работники предприятия на спортивной площадке выясняли, чья тактика и стратегия ведения игры наиболее успешна в борьбе за владение баскетбольным мячом. В этом году были созданы две группы, по шесть команд в группе, из которых выходило четыре сильнейших команды. И они играли уже полуфинал, финал. Борьба за первое место закончилась со счетом 76-50 в пользу «Союза». Команда «Старт» стала серебряным призером. Тройку лидеров замкнула команда «Буревестник». Четвертое место у сборной завода «Авангард». Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Главный тренер ХК «Саров» после встречи между Саровым и китайским Цингтоу отметил, что на этой игре лежал отпечаток шести поражений. Желание победить было огромным, а соперник выступил достойно, и им просто повезло выиграть по булитам. Подробности у Ирины Вышегородцевой. Лед буквально плавился под ногами хоккеистов обеих команд. В первом периоде Цингтоу решительно атаковал саровских спортсменов и на первых минутах распечатал ворота соперников. Но хоккейному клубу «Саров» удалось забросить ответную шайбу. Второй период прошел сухую, а вот в третьем командам удалось забить еще по одному голу. В итоге основное время закончилось со счетом 2-2. «Просто сегодня уже на удивление интересно смотреть и болеть за наших хоккеистов». «Игра равная. Шайба может залететь, как и в наши ворота. Я все-таки думаю, что наши победят». «Мы победим однозначно. У нас других вариантов нет. Сегодня выиграем. Мы играем сегодня». Определить победителя матча не удалось и в овертайме, и началась самая интересная серия булитов. Исход игры решил удар саровского спортсмена Владислава Грибова. «У нас тренер по воротарям есть. Он говорит, как воротарь стоит. Ну и пацаны тоже сейчас подсказали маленько». Победа в этом матче очень значима для наших спортсменов. Им не просто удалось одолеть сильного соперника, но и прервать затянувшуюся серию неудач. Тренеры команды из Китая отметили, что проиграли отличной команде, заслужившей победу. «У нас сегодня игра, честно говоря, откровенно говоря, не получилась. Сыграли на уровне только первый период. В остальном сделали очень грубые ошибки. Много было, считаю, грубых ошибок. И две из них завершились заброшенными шайбами нашего рота». «На сегодняшнюю игру отпечаток накладывало шесть поражений подряд. И очень хотелось выиграть. Соперник был достойный. Но по пулетам нам повезло». Эту победу наша саровская ледовая дружина посвятила своим болельщикам и приглашает их на следующий домашний матч, который пройдет 9 ноября против команды «Ишталь». А уже 28 октября наши спортсмены скрестят клюшки в Казахстане против местного торпеда. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ «Подписывайтесь на наш канал на Ютубе» и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграм, в Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Редактор субтитров А.Семкин